В Ленинском районе Бреста педагогический класс существует только в средней школе номер 13. Для учащихся 10 класса, а именно они вошли в состав профильной педагогической группы, нынешнее посвящение в пионерские вожатые – не просто новый этап в жизни. Это своего рода отчета про делы на работе и возможность раскрыть свои таланты с новой стороны. Они все являются членами клуба «Юные друзья» Организации Объединенных Наций. Он тоже на базе в нашей школе существует и учрежден единственный такой клуб в республике, и в нем очень сильная педагогическая составляющая. Помогли нам создать этот клуб представительство ООН в республике Беларусь, и вот эти дети с пятого класса работают с маленькими детьми. Пионеры – это ребята в основном возраст 10, 11, 12. Ну, они, конечно, очень творческие, очень яркие, но их нужно еще вести за собой. И вот эти именно старшие ребята, и, как я их называю, вожатые, они работают и с октябрятами, и с пионерами. Они оказывают помощь педагогам, которых очень много других важных дел. Поэтому для пионерии это очень важны вот такие классы, профильные, можно сказать, вожатые. 14 юношей и девушек на протяжении 5 лет работали в младших классах. Обучая и воспитывая ребят, развивались и учились сами. Итог этой работы – творческий конкурс, где в 4 номинациях предстояло выбрать лучших. Мне было нормально, дети попались очень замечательно, мне было легко с ними работать. Они отлично все воспринимают, отлично восприняли меня как педагога, и Рита тоже. И вообще, дети просто замечательные. Ну, вы знаете, работать с детьми – это всегда прекрасно, это всегда радость, и наполняешься такой добротой и счастьем изнутри. Ну, это просто подарок от Бога. Они выросли. Они выросли не только внешне, но и внутренне, потому что они научились работать в коллективе. Это очень важный навык, потому что надо уметь сотрудничать. Это очень важный фактор эффективности. Строгая жюри оценивала умение работать в команде, интеллектуальные способности, оригинальность и новизну. Вожатый для своих воспитанников – организатор и вдохновитель. С него ребята берут пример и в учебе, и в жизни. Наши вожатые очень хорошие, добрые, доброжелательные. Они нам всегда помогают во всем. И даже вот мы расстраиваемся, они нам как-то бодрить. Хочет, чтобы мы не боялись сцены, потому что у нас почти все боятся сцены, но они нас так подбадривают, чтобы мы выступили на ура. Нам очень интересно, потому что они нас научили этому. Сначала мы раньше все время боялись, что у нас ничего не получится, а когда они к нам пришли и начали нас обучать, они рассказали нам, что не надо переживать, вы идите, вы танцуете. Надо держаться друг за друга, чтобы все получилось. Все вожатые – активные, талантливые и неординарные личности. И если не все из них свяжут свою жизнь с педагогикой, этот опыт поможет ребятам еще больше раскрыть свои таланты и профессиональные качества. Мне очень интересно работать с детьми. И как-то так получилось, что именно с маленькими детьми мне работать легче. Ну, по-моему, работать с педагогом – это очень важная профессия в нашей жизни, потому что детей нужно кому-то обучать, и мы в них вложим всю душу. Потому что дети – это главное в нашей жизни. Это замечательный опыт работы с людьми. Я думаю, в будущем он мне пригодится в любом случае, потому что, ну, во-первых, мне детей еще предстоит воспитывать. И, в принципе, я собираюсь связать свою жизнь с профессией юриста. А это профессия типа человек-человек. Опять же, мне нужен опыт общения с людьми, выступление перед большой аудиторией. Сегодняшние выпускники через пять лет придут в школу передавать знания и воспитывать. Грамотные педагогические кадры сейчас – большая ценность. Ирина Ольшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.